Друзья, всем привет! Рада, что вы заглянули сегодня на мой канал. Я хочу в этом видео рассказать вам о некоторых комментариях, которые я получаю, и выразить к ним свои отношения. Я буду читать вам эти комментарии не для того, чтобы осудить людей, которые их написали. Они выразили свое мнение и рассказали о своем опыте. Я не буду их критиковать, я просто хочу рассказать вам, что так, как они делают, делать неправильно. И почему так делать неправильно? Комментарий вот таких подобных очень много. Послушайте, пожалуйста. Восемь часов завтрак, два яйца в смятку, плюс сала с большим количеством зелени, чашка свежемолотого кофе. Обед двенадцать тридцать, три яйца в смятку, сала с большим количеством зелени, чашка свежемолотого кофе. Ужин в восемнадцать часов, два яйца в смятку, плюс салат или морская капуста. Среда, плюс рыба, пятница, плюс мясо по сто пятьдесят грамм, не более. Суббота, воскресенье, сто пятьдесят грамм белого сухого вина. Утром диабетон, на ужин метафора СР, так питаюсь год. Глюкоза пять, холестерин и другие анализы, как у младенца. Пять километров пешая прогулка каждый день, возраст пятьдесят один год. Диагноз поставили в двадцать втором году, глюкоза была пятнадцать. Всем удачи в борьбе с недугом. Я хочу разобрать этот комментарий, потому что со всем этим можно поспорить. И я спорю не потому, что я так хочу, я так думаю. Я выскажу мнение тех специалистов, которые сейчас изменили отношение к питанию диабетиков второго типа и получили хорошие результаты на основании современных исследований, когда большая группа людей, больных диабетом, питалась по-особенному и были получены сведения о том, как это сделать правильно для того, чтобы снизить сахар и инсулин. Что написано в этом комментарии? Утром человек съедает два яйца, в апель три яйца, вечером два яйца. Семь штук яиц в день. Это перебор. Это количество яиц на неделю. Яйца это очень полезная еда при диабете второго типа, но яиц можно есть не более 5-7 в неделю, потому что яйца, несмотря на то, что у них есть очень много полезных элементов, в том числе и холин, но яйца вызывают выработку большого количества плохого холестерина. Поэтому при их переизбытке люди себе наживают холестериновые всякие бляшки, засоряют свои сосуды и потом долго лечатся. Поэтому употреблять большое количество яиц диабетику второго типа так же вредно, как и любому другому человеку. И это придумала не я. Это приводит к употреблению большого количества яиц. К инсультам, инфарктам, засорению сосудов со всеми вытекающими последствиями. 5-7 яиц в неделю это очень хорошо. Да, яйца полезно есть на завтрак, но, ребятушки, кроме яиц, есть еще и мясо, и рыба, кусочек хлеба с маслом. По поводу кофе. Человек правильно пьет кофе, но 3 чашки в день кофе, и это перебор. Комендуется 2 чашки в день. 2, вот не больше, не меньше, а именно 2. Это эти 2 чашки кофе в день, они уменьшают жировой гепатоз, они способствуют выделению желчи. Это очень полезно для сердечно-сосудистой системы. Но 3 чашки кофе в день, это уже перебор. Читаем дальше. Среда плюс рыба, пятница плюс мясо. По 150 грамм, не более. То есть раз в неделю рыба 150 грамм, раз в неделю мясо 150 грамм. Количество белка, которое необходимо диабетику второго типа, это 300 грамм в сутки, не меньше. Диабет это всегда болезнь вызвана недостатком белка в организме человека. Белок это строительный материал для организма. Если его не хватает, организм начинает давать сбой, и получается диабет. Это самая частая ошибка людей, которые набрали избыточный вес, которые болеют диабетом. Самая частая ошибка, это не есть белков, а есть углеводы. Начинать свой день с каши, с хлебом, и хотеть, чтобы был хороший сахар и хороший холестерин. Я еще понимаю, когда человек ест яйца, но ест большое количество белка яичного, а вот желтков дозирует. Потому что вредный холестерин вырабатывается именно при употреблении желтка. И если вы хотите съесть больше яиц, то достаточно в неделе 5-7 желтков, скажем так. А вот белков можно уже есть и побольше. Они не вызывают образование вредного холестерина. То есть холестерина низкой плотности. Уточняю. Дальше. В воскресенье в субботу по 150 грамм белого сухого вина. Это, друзья мои, чересчур. Когда полезно пить алкоголь? Вообще его не полезно пить никому, но когда его можно пить? Вот, к примеру, вы идете в гости и хотите съесть запрещенную пищу. Эта запрещенная пища, она априори повысит сахар и инсулину человека. Для того, чтобы этого не произошло, лучше выпить рюмочку водки. 30-40 граммов достаточно, чтобы компенсировать кусок торта, который вы съели. Но употреблять вино – это очень спорный вопрос, потому что 150 грамм алкоголя за один раз – это многовато. То есть, что мы видим по рациону питания этого человека? В этом рационе питания совершенно нет углеводов. Отсутствуют углеводы. И это опять-таки перебор. Это следующая ошибка в питании диабетиков. Некоторые люди так питаются. И на какое-то время, на короткое время это оправдано. Такая диета называется кето. Когда человек исключает углеводы, есть зелень, яйца, рыбу, мясо. Но такая, уже доказано специалистами, что такая диета, она имеет очень большой риск болезни почек. Потому что отсутствие совершенной углеводов питания человека – это тоже плохо. Это тоже нагружает почки. Переработка вишнего белка, она нагружает почки. Поэтому хорошо кето-питание сбалансировано. Когда у человека в рационе есть жиры, белки и углеводы, тогда он получает все достаточное для организма, и у него все хорошо. И диабет находится в ремиссии. Такая диета, кето, она оправданная, когда у человека очень большой вес, он не может похудеть, и он на какое-то время, на месяц, на два, ну максимум на полгода отказывается от углеводов, потому что у него нормализуется вес, нормализуется сахар и инсулин, и он тогда начинает нормально питаться. Вот если сидеть на кето ограниченное время, питаться три раза в сутки с большим ночным перерывом, это работает, сахар будет снижаться. Но питаться так постоянно очень опрометчиво, потому что можно посадить почки. Лучше всего питаться три раза без перекусов, но на тарелке должно быть достаточное количество белка, салата, зелени и небольшое количество углеводов. Теперь почитаем, друзья, что этот человек принимает. Утром диабетон, на ужин метафора Эвспер, так питаюсь год, глюкоза пять. При таком питании принимают лекарства, мне кажется, это излишне. Что эти лекарства должны снижать? Тут и так сахар будет низкий, потому что в питании нет углеводов. Отчего тут сахар будет повышаться? Отчего тут будет инсулинорезистентность? Мне кажется, лекарства при таком питании вообще не нужны. Потом диабетон – это лекарство старого поколения. Уже давным-давно люди принимают более современные препараты. Я о них вам рассказывала. Это препараты, которые так называемые глиптины или глифлозины. То есть это Джардинс, Фарксига, Гаус, Янувия или Яномет и так далее. Это лекарства более нового поколения. Они совершенно имеют другую основу. И они лучше помогают снижать сахар. Но самое главное, что они делают, они в отличие от диабетона, гликлада и лекарства сульфанилмочевины, они не только снижают сахар, они сохраняют продолжительность жизни человеку. Человеку можно долго жить на этих препаратах без особых побочных явлений. Если вы мне сейчас напишите, что Фарксига и Жардинс вызывают побочные явления в виде молочницы, то мы уже с вами говорили об этом много раз, эти препараты спасают человека. Они адсорбируют сахар, выводят через мочеполовую систему. Они спасают людей, которые их принимают. И это говорит о том, что эти люди, если у них есть побочные явления, они очень много едят сладкого, они очень много едят углеводов. И им нужно прежде всего уменьшить количество углеводов. Тогда и не будет побочных явлений от Фарксига и Жардинса. Я прочитала вам этот комментарий, друзья, не для того, чтобы покритиковать этого зрителя, а для того, чтобы выявить ошибки и предупредить их у других людей. Поэтому, пожалуйста, принимайте к сведению, будьте здоровы, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok